За Бахмут не надо переживать. Стоял, стоит и стоять будет. Ничего с ним не станется. Там хорошая система укрепления, система обороны. Он встроен в общий поток обороны от Углидара до Северска. Его поджимают с тыла и Часавьярская группировка, и Славянско-Краматорская группировка. Потому с Бахмутом никаких проблем вообще не будет. Россиянам обойти его не удастся. С юга не получилось у них обойти. Дошли до Курдюмаки, уперлись в водовод со Славянска на Донецк и остановились. То есть мы их там раскатываем в основном артой и фланговыми ударами с Бахмута и с Константином. Потому удержали юг, север. Также они пытаются обойти теперь уже Бахмут с севера для того, чтобы выполнить определенный маневр. Упираются в основной рубеж, который идет от Бахмута в сторону Северска. Это река Бахмутка и две же две дороги железная с восточной стороны и с западной стороны шоссейная дорога. Вот где-то километров в 10-12 от Бахмута в сторону Северска начинается Солидар. Солидар начинается с ЖД-станции Соль. Есть такая станция, где-то километров в 12 от Бахмута. Рядом предприятие Артем Соль, четвертый-седьмой рудник как раз в этом районе. И дальше язык Солидара тянется с севера-запада с этой соли и на юго-восток. Практически даже на юг до Бахмутского. Такой растянутый город. Вот со стороны бахмутского россияне неделю назад пытались заскочить в Солидар. Удалось им это сделать. Они зашли в частный сектор Солидара, уперлись, остановили наши войска их в районе промки Солидаровской и возле высот. Здесь вот хорошо видно, где остановлены войска Вагнера. И это Вагнеровцы заскочили, сам Солидар. А российские войска с помощью ВДВшников, с помощью определенных частей, приданных линейных частей, частям российским ВДВ, приданных первого-второго корпусов ЛДНР. Они пытаются окружить Солидар, обходя с юга, с севера. Но опять же будут подходить к тому же линии обороны в районе Бахмутки, железной дороги. Вот там еще до Соли, до этой линии обороны очень далеко. Это вот вы показываете сейчас практически центр Солидара. А вот северо-запад Солидара, чуть влево-вверх. Вот это уже линия обороны. Река Бахмутка, железная дорога и шоссейная дорога. То есть им еще до рубежа обороны, который тянется от Бахмута до Северска, еще очень далеко. То есть даже Солидар это только начало. Потому нашим войскам там очень тяжело в самом Солидаре. Тяжело, потому что они все-таки взяли, можно сказать, в оперативное окружение. То есть заход с юга, с севера, возможность прострела путей снабжения, а при центральной группировке это так называемое оперативное окружение. То есть затруднено. Вход-выход затруднен. Затруднены определенные механизмы по поставкам техники и вооружения. В сам Солидаре. В этом и есть основная тяжесть такого рода оперативных окружений. Пусть оно мини, конечно. То есть это не оперативное окружение того же Херсона или даже попытка окружить тот же Бахмут. Но тем не менее это очень неприятно. Мы несем определенное количество и потерь. И особенно много трехсотых. То есть очень много раненых. Он сложно их оттуда вывозить. То есть такого рода проблем, связанных с ведением с боевых действий. Практически они все там есть. Но тем не менее удерживаем мы этот рубеж для того, чтобы не дать россиянам обойти с севера Бахмут. Вот опять же еще до рубежа довольно-таки далеко. То есть до реки Бахмутки, до железной дороги, до шоссейки это еще далеко. Потому глобальной проблемы они нам абсолютно не создали. Задачу свою однозначно не выполнили окружение Бахмута. Вот ведут бои за Солидар. В ближайшее время наше военно-политическое руководство примет правильное решение, что делать в этой ситуации. То есть вариантов в принципе два. Удержаться в районе ЖД станции Соль. Удерживать рубеж либо с правой стороны реки Бахмутки, либо слева. То есть в зависимости от приданных сил и средств для выполнения такого рода задачи. Принятие решения будет, естественно, доведено. Будут определенные выполненные оперативно-тактические действия. И дальше либо мы выровняем линию фронта в районе Солидара. Но это будет часть Солидара. То есть северо-западную часть мы по-любому будем удерживать. Либо, допустим, будет принято решение по уничтожению российских войск, которые пытаются окружить сам по себе Солидар. Это будет в ближайшее время решено. Но я думаю, до выходных мы увидим это решение, которое примет наше военно-политическое руководство. Ну, с такой скоростью, как они двигаются, им до Славянска и Краматорска, как до Киева-Рачки. Потому тут этот вопрос вообще можно не обсуждать, по крайней мере, в ближайшие как минимум полгода. А вот сейчас на карте было очень хорошо видно, что они хотят, что они сделали с Солидаром. То есть вот такое вот полуокружение. И дальше это называется оперативный котел, как называемый. Ну, пытаются, по крайней мере, это сделать. Вот то же самое они хотят сделать с большим Бахмутом. То есть если посмотреть на Бахмут, там разница в 7-10 раз. Так вот, они решить вопрос вот такого полуокружения с Солидаром не могут. То есть это, в принципе, небольшой поселок, небольшой город, неважно, 10 тысяч населения. То есть это, в принципе, можно говорить, небольшой городок. А вот уже Бахмут, он всем 10 раз больше этого Солидара. Потому вы представляете, сколько им надо сил и средств, чтобы выполнить такого же рода движения. Так это не окружение, это не взятие. Это только полуокружение, так называемое оперативное окружение. Так вот они, вот такую же самую операцию, как с Солидаром. Вот видите, такая маленькая дубочка получается. Представьте, вот такое же действие, допустим, по Бахмуту. А теперь представьте дальше. Краматорск, Славянск и Дружковка, это большая агломерация. Она в несколько раз больше еще самого Бахмута. То есть, вот если посмотреть, вот раза в три-четыре больше эта агломерация от Дружковки. Там, получается, Дружковка, Краматорск и Славянск. Ее площадь и, естественно, усиление, армейское усиление определенной рубежи обороны. То есть это для россиян вообще не досягаемая какая-то высота. Я думаю, они даже не планируют такого рода действия. То есть, вот максимум у них сейчас эта задача, наверное, стратегическая задача взять этот Солидар. Взять в смысле постараться выдавить наши войска из Солидара и упереться опять. А куда они упрутся? Они упрутся в рубеж обороны, который удерживается вдоль реки Бахмутки. Это как раз направление от Бахмута в сторону Северска. Здесь по карте может быть плохо видно. На картах других видно это направление самого Бахмута. Потому выполнить задачу они, естественно, не могут даже такое, даже полуокружение Бахмута. А информационный поток, который сейчас идет, и то, что мы видим и в российских определенных средствах массовой информации, и, в принципе, та тема, которая поднята сейчас, связанная с Солидаром в медийном пространстве. Но для них просто нужен был какой-то повод, то есть к чему-то. То есть не получилось Бахмут полуокружить или как-то начать говорить о каком-то оперативном окружении. Они попытались это сделать с Солидаром. Если у них не получится с Солидаром, они найдут какое-нибудь село, какую-нибудь Запопудровку, попробуют ее так же окружить и будут с таким же островенением разгонять эти нарративы у себя по медиапространству. Не получится с Запопудровкой. Найдут, в конце концов, какой-то сельский туалет, его окружат и начнут снимать видеоролики. Как там туда, естественно, сразу наедут очень много специалистов по видеороликам. У нас спицы эти великие. Там Кадыровцев будет, конечно, куча. Пригожин приедет пострелять по туалету, по этому спорту. Может быть, еще что-то будет, кто-то прилетит. А Суровикин может прилететь на самолете или на голубом вертолете. Вместе с Шойго они тоже специалисты. То есть создадут вот такой движ, и этот движ будет сниматься. И радостно они возьмут этот сельский туалет. Не знаю, что они там найдут, но это не важно. То есть они создают картинку. Это картинка для внутреннего потребления. Она востребована сейчас россиянами. Она им нужна, потому что впереди, я так понимаю, определенные указы о мобилизации. По крайней мере, наша разведка об этом говорит. И наше военно-политическое руководство об этом говорит, что готовятся к мобилизации. Потому им надо показать ту мобилизацию, которую они провели в сентябре месяца, чего она достигла. То есть если бы это был Бахмут, они бы тогда рассказывали о том, что вот мы призвали там 300 тысяч человек и окружили Бахмут или взяли Бахмут. Не получилось Бахмут, значит мы призвали 300 тысяч человек, вот берем солидар. Не получится с солидаром, вот попомните мои слова, они будут говорить, мы призвали 300 тысяч человек и взяли сельский туалет рядом с селом Запопудровка. И это будет на ура воспринято российским плебадем, народом глубинным, так сказать, для которого туалет сельский на улице в минус 60 градусов, это спасение. Потому я думаю, как раз вот в этом направлении вся эта информационная мишура движется. А вот карту покажите, покажите Беларусь. Там будет понятно, куда заезжают и что там происходит. В Беларусь последний месяц-полтора заезжает где-то около 10-15 тысяч россиян. Заезжала в Витебскую область. Это северо-восток Беларуси под Латвией. То есть они заходили на Витебск и дальше там несколько полигонов есть в Витебской области. И вот на северо-востоке они в основном в этом районе тренировались. Их доводили до определенной кондиции. Туда заводились определенные части и техника в том числе. Как-то доделывалось, доводилось до ума для выполнения определенных боевых задач. И вот уже с Витебска они дальше начали уходить в сторону Валуек. И вот те Валуеки великие, о которых мы постоянно говорим. И заходят они с Беларуси, эти российские батальонно-тактические группы, эшелонами. Вот в таком виде, как они грузятся в Витебске. И они в таком виде доходят до Валуек, дальше спешиваются. Там несколько есть, несколько дивизий определенных сборных пунктов. А дальше идет переформатирование. И заводят их через Валуки, через Троицкое, на Сватово, либо на Старобейск. Дальше они растекаются, вот эти белорусские войны, так называемые уже, по Луганской области. Либо по линии Сватово-Кременная, либо по второй линии обороны, которую они сейчас отстраивают. Это Старобейск часть. То есть вот две линии обороны, вот движение российских войск в Беларуси и из Беларуси. Вот это постоянное движение, мы его наблюдаем в течение полутора месяцев. Опасность сейчас в Беларуси может представлять нашим силам и Украине в целом, мирному населению. Это учения предполагаемые, российские, белорусские учения авиационные. То есть несколько дней назад уже начали перебрасывать самолеты на некоторые аэродромы, от Мочулич до Лиды напитывать. И они будут проводить определенные учения. Варианта, скорее всего, два, которые они могут использовать в процессе этих учений. С одной стороны, выявление нашей системы противовоздушной обороны, так как определенное количество локаторов будут переходить из пассивного в активный режим, естественно, засвечиваться. Потому, скорее всего, подойдет и А-50, и будут срисовывать наши зенитно-ракетные комплексы, локаторы зенитно-ракетных комплексов. И после этого может последовать определенная атака. Либо это может быть атака с этих самолетов, с истребителей, которые там сейчас есть, Су-30, Су-34, Су-35, ракетами Х-31П противорадиолокационными, опять же, по целям выявленных. Либо могут быть ракеты Х-59, но эти есть там некоторые позиции с большой дальностью до 300 километров. То есть они до Варшавского шляха достанут. Вот это проблема. Вот этой проблемой сейчас наше руководство занимается, встречается и с поляками. Мы видели поездку во Львов, определенного количества военно-политического руководства. Были там определенные моменты, связанные с Прибалтикой, потому что под Витебском. И Лида – это как раз Литва. То есть Лида – это аэродром белорусский под Литвой, а Витебск – это под Латвией, то есть под Прибалтикой. И потому во Львове были, я так думаю, были решены определенные вопросы, связанные с нейтрализацией какой-то угрозы и странам НАТО, странам Прибалтики, Польши, ну и, естественно, нашей стране. Потому с Белоруссией вот кроме этой проблемы пока, я думаю, никакой другой проблемы не будет. А вот россияне, что делают последний месяц-полтора, после того, как у них первые батальонно-тактические группы уже были более-менее подготовлены, не те первая волна, которая там пошла в октябре, в ноябре заходила на доукомплектование, а уже готовые батальонно-тактические группы, которые они собирали на полигонах, как-то чем-то укомплектовывали тем вооружением, которое у них есть. И дальше они начали заводить, это буквально было уже конец ноября, начало декабря. Мы увидели эти эшелоны, которые заходили в основном на юг, юго-восток, заходили через Ростов, Таганрог, на Мариуполь, дальше уходили либо на Бердянск-Мелитополь, либо на Пологи, и уходили очень много на Донецк, на Макеевку. Кстати, вот эти добрые, недобрые самаритяне, которые из Самары в Макеевку приехали Новый год праздновать, как раз это вот из этих же вот групп, то есть 500-600 человек, в день заходят 2-3 таких батальонно-тактические группы, и они располагаются в таком треугольнике, я бы сказал, от Полог, это под Гулейполем, до Углидара и дальше где-то до Донецка, то есть вот в этом треугольнике на глубину около 30-40 километров идет накачивание вот сейчас российских, вот практически до Волновак, если можно так показать, вот от Гулейполя, под Гулейполем, если с нашей стороны смотреть, под Гулейполем, со стороны Полог, под Углидаром, со стороны Павловки, ну и в районе Маринки, это под Донецком, Донецк, Макеевка и в глубину где-то 30-40 километров. Сосредоточение войск есть практически в каждом селе, есть рота, рота-батальон рассредоточенные, то есть они не так, как в Макеевке, послушайте, решили Путина Новый год. Здесь по селам рассредоточение конкретно, их разбрасывают по дворам, в село среднее это 500-600 дворов, то есть в принципе тот 600 человек, дворов чуть меньше, но тем не менее те с техникой по дворам они разбрасывают технику и по дворам развозят личный состав, потому сильно не разбегаются, село само по себе украинское, но компактное, потому напитывают, напитывают каждый день, то есть каждый день две батальонно-тактические группы до тысячи человек заезжают вот в этот район. Чуть рассасываются, есть, двигаются кое-какие, кое-кто движется в сторону Мелитополя, в сторону Токмака, но в основном это вот Пологи, Волноваха и Донецк с прилегающими. Потому я думаю, если отвечать на второй вопрос, вот где они собираются и как бы они выполнили основную свою задачу оккупации Донецкой области до границ области, они сейчас чуть больше половины оккупировали, но пытаются оккупировать все остальное. С севера Донецкой области, то есть район Бахмута, им заказан выйти, они не смогут ни на Славянск-Карматорск, а тем более пройти Славянск-Карматорск, Дружковку-Константиновку, просто это нереально сделать россиянам с этой стороны, сколько бы у них там не было. Это там агломерация очень мощная, серьезная агломерация, нереально пробиться. Вот они могут попробовать это сделать с юга, со стороны как раз Волновахи. Вот если посмотреть на Волноваху, направление на Углидар и Пологи направление в сторону Улейполя. То есть вот это южное направление, то есть они могут с юга, из района Углидара, чуть левее от Углидара, там есть Новоселовка, из нее в том числе где-то в этом районе проходит граница между Донецкой и Запорожской, Днепропетровской областями. То есть они могут выйти на север из-под Углидара, чуть западнее Углидара, значит движение на север в сторону Покровска. Сначала на Курахово, а потом на Покровск. И вот такого рода движения, если они выйдут до уровня Покровска, они перережут линии снабжения, террикадные дороги, по которым питается наша Донецкая группировка. Вот такого рода движение, оно опасно, и именно о нем сейчас мало кто говорит, об этом, может быть, не стоит говорить, хотя это и так понятно. Именно вот такого рода движения россиян о нем предупреждают наше военно-политическое руководство. То есть вот может быть такое движение. Причем почему именно отсюда? Самый оптимальный вариант – очень короткое плечо. Ростов, Таганрог, Ростов – это их база. База намного мощнее, чем в Алуте. Раз, два, три – это такой логистический хаб, военный хаб под Ростовом. Потому перебрасывать в этот район, у них плечо около трех часов максимум. Они могут добираться из под Ростовом уже в район Волновахи. Потому как раз и есть смысл уже нашим войскам, естественно, определять и такого рода движения. Может быть, даже контрударом из-под того же Угледара на Волноваху предупредить какое-то наступление россиян. Но я думаю, в генштабе генералов хватает, намного умнее нас. Потому они, думаю, это все просчитывают, видят и предупредят такого рода движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова